Здравствуйте, с вами Сидрот. Добро пожаловать в мой мир, где сверхъестественное естественно. Мой гость был перенесен на небеса и научен высвобождать сверхъестественную надежду в каждую сферу вашей жизни и вашей страны. А вы готовы принять сверхъестественную надежду? Сидрот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественно. Робин, вы крепко спите и вдруг просыпаетесь. Вы вдруг ощущаете усталость и подавленность, но скажите, по какой же это произошло причине? Расскажите нам. Сид, в те выходные я собирался говорить слово на конференции. Порой происходит так, что враг не хочет вашего успеха. Я подумал, я не буду с этим мириться. Буду повторять 90-й псалом в знак своей веры. Я начал. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится, вечно покоится. Зло перед Ним бессильно, прибежище Мое и защита Моя, Бог мой, на Которого я уповаю». Должно быть, вы распугали всех бесов на том месте. Но это еще не все. Я сказал, я буду уповать на него. Вы говорили так же уверенно. Я сказал это один раз. Мне понравилось, и я повторил, вам очень понравилось. И тут вы поднимаете глаза и видите что-то странное на потолке. Ну и так, что же там было такого странного и интересного? Я находился в отеле «Хилтон». Это хороший отель. Дважды процитировал стихи о крови Всевышнего и безопасности под сенью его крыльев. Я увидел отверстие, похожее на решетку вентиляции. Оно меня не очень впечатлело, но я инстинктивно понял, что, прыгнув в это отверстие, я перенесусь на небеса, так как никогда раньше не переносился. Я сделал это. А что вы имеете в виду под словом «прыгнуть туда»? Я не вставал с кровати, но я прыгнул. Я просто прыгнул. И, сделав этот прыжок, я прошел сквозь территорию бесов. Они говорили, ты здесь не пройдешь, кем ты себя возомнил. Я только смеялся над ними в ответ. Вы говорите, что двигались к небесам со скоростью света, по крайней мере, очень быстро. Затем я приземлился на небесах. Я думал, что там будет яркий свет, но там оказалось довольно темно. Потом я заметил, что нахожусь под крылом огромного орла и понял, что исповедовал именно это. Я находился под сенью Всевышнего, под крылом великого орла. Еще я заметил, что из-под крыла непрестанно появляются, точнее, сочатся драгоценные камни размером с грейпфрут. Ну, или даже с небольшой мяч, а затем большие куски драгоценных металлов. Я не знаю, что это было. Золото, серебро или платина. Меня удивило, что все это появляется именно из-под крыла. Я ничего не понимал, и это никак не было связано с полученным мной откровением. Но я увидел в этом абсолютное процветание и благословение в небесной атмосфере превыше нашего воображения. Ведь, насколько вы знаете, Он может сделать все, что мы просим, о чем мы помышляем, и даже более того, это был преизбыток, преизобильное благословение нашего Творца. А что вы еще видели? Господь показал мне пять телег благословений, похожих на те, что показывают в старых вестернах. Вот такие телеги вы имеете в виду. Точно они были старыми, у них были язычки, за которые их нужно тянуть, у них были колеса со спицами. И я понял, что эти телеги приводятся в движение нашими языками, нашими словами. Две из этих телег были телегами освобождения. Одна из них была тележкой освобождения от заслуженных обстоятельств. Другими словами, Бог готов помочь каждому, кто придет к Нему в покаянии. Получается, даже если это наша вина, наша вина, если мы покаемся, Бог нас освободит. Мне нравится. Это чудесно. Бог лучше большинства тех, кого я знаю. Я был так рад. Очень рад. Вторая телега была телегой освобождения от критики и духа критики. Когда критикуем мы, или когда критикуют нас? Да, именно так. В первой было освобождение от критики в наш адрес, а во второй освобождение для нас, как критиков. Нам тоже нужно освобождение, потому что это порождает много проблем. Робин, вы умело связываете то, о чем только что рассказали с историей Иосифа. Пожалуйста, поясните нам. В ней есть главная суть понимания моей истории о телегах. «Господь сказал мне, что я пойму значение этих телег, если изучу историю о восстановлении отношений Иосифа и Иакова». 22 года Иаков считал, что его сын Иосиф мертв, но это было не так. Все эти 22 года он незаслуженно страдал. Иосиф восстановил отношения с братьями, уже будучи главой Египта. Он направил к своему отцу колесницы, чтобы доказать, что он жив. Библия говорит в Бытии 45 главе, когда Иаков услышал, что Иосиф жив, сердце его смутилось. Но он поверил словам Иосифа и увидел колесницы, присланные за ним из Египта. И тогда ожил дух его. Именно здесь, впервые в Писании, звучит слово «ожил». В следующем стихе сказано. «И сказал Израиль, довольно, еще жив сын мой Иосиф. Пойду и увижу его». И в один момент он забыл о 22 годах отчаяния, по откровению, превратившись из Иакова в Израиль. Конечно, и раньше это имя встречается там, но здесь делается акцент на том, что теперь он есть князь Божественного войска. Теперь он перешел из состояния Иакова в состояние Израиля. Расскажите о силе слов проклятия против человека, особенно верующего. Как действует дух критики? Когда я писал книгу, я пытался сформулировать мысль о критике и вспомнил историю о том, как выращивают слонов. Маленького слоненка привязывают к столбу прочной цепью, которая может его удержать. Став взрослым, слон по-прежнему считает, что цепь и столбик держат его на месте, и он не может уйти. То же самое происходит, когда люди проклинают вас плохими словами или заставляют поверить, что вы ничего не значите. Так действует критика. Она становится твердыней, которую вам нужно отвергнуть. Вам нужно порвать те веревки или даже цепи, которые вас сковали ранее. Отвернитесь от нее, от этой цепи, от этой критики, и поверьте в то, что говорит о вас Бог в Своем Слове. Вернемся к этой аналогии. Когда слон вырастает, он может разнести этот столбик в щепке, ведь он уже взрослый. Так и слова проклятия делают нас жертвами. Хотя теперь слон свободен, и мы тоже с вами свободны. Не так ли? Они делают нас теми, кем мы не являемся. Это обман. Совершенный обман. А что насчет освобождения? Библия говорит о том, что Бог — это Бог надежды. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере. Сид — это то, что нам нужно сделать. Нам нужно понять, что когда мы в ловушке, мы не верим в истину. Однажды рано утром Господь сказал мне удивительные слова. Робин, каждый из моих детей, мой личный фаворит. Я задумался над этим, а он добавил, но немногие в это верят. Когда вы начнете верить, что вы фаворит Бога, большая часть этой лжи будет уничтожена. Ложь будет разрушена, потому что Бог называет каждого из нас своим возлюбленным ребенком. Каждого. Я верю, что у вас есть власть разрушить слова проклятия, сказанные в адрес наших зрителей. Именно это мы и сделаем сейчас. Вы помолитесь об этом? Конечно. Отец, во имя Иисуса, я вижу, что многих из зрителей проклинали и называли словами проклятия. Я прошу, чтобы силой Духа Святого, по благодати и милости, дарованный нам во Иисусе Христе, эти слова проклятия сейчас были разрушены. Мы высвобождаем проявление славы, атмосферы и мира Божьего. Я молюсь во имя драгоценного Господа Иисуса Христа. И это уже происходит. Аминь. Это было сильно. Теперь такой вопрос. Бог показал вам пять телег, и все они были связаны с темой предвестника надежды. Расскажите, что такое предвестник надежды. Моя встреча тоже была предвестником надежды. Предвестник — это предтеча. Это то, что приходит первым, предваряя что-то другое. Например, я и есть предвестник. Меня зовут Робин, малиновка. Малиновки прилетают накануне весны. Я гарантирую, когда люди верят в Евангелие, и Робин, предвестник, говорит им о благости Бога, и они верят в это, тоже приходит весна. Для меня предвестником надежды стала эта встреча. У Бога было пять потрясающих благословений, и все они объединены в Евангелие Иисуса Христа. Они должны быть высвобождены в этот мир при беспрецедентном излиянии Духа во время жатвы. Бог показал Робину, что многие живут без надежды. Робин не только помолится, чтобы те, кто ощущает безнадежность, приняли сверхъестественную веру. Он помолится о будущем нашей страны, которая видит на горизонте. Так что не пропустите. Мы скоро к вам вернемся, чтобы благословить вас. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Это сверхъестественно. Робин, а есть ли надежда для Соединенных Штатов Америки? У меня совершенно нет сомнений, что Бог зальет свой дух на наш народ беспрецедентным образом. И вот почему я в это верю. Евангелие говорит нам о жатве последнего времени. Она ждет нас впереди. Библия говорит в 11 главе о римлянам, что весь Израиль спасется. Это указывает на массовый евангелизм среди евреев. Также Библия говорит нам в книге Амоса, что нас ждет беспрецедентный урожай среди язычников, призванных именем Божьим в то время, когда произойдет невероятное излияние духа. В то же самое время евреи вернутся на свою родину и больше не покинут ее. Я верю в урожай в Соединенных Штатах Америки и излияние духа на Соединенные Штаты. И все это из-за большого числа пророческих откровений, которые были не только у меня, но и у других великих мужей Божьих. Туда, где царит сма, Бог по своей природе изливает яркий свет. И еще, во время движения Иисуса наш народ полностью преобразится. Если посмотреть на общество, на социальные условия, то они идентичны тем временам, когда Бог мощно действовал в нашей стране. Поэтому все еще впереди. Не думайте, что все потеряно. Бог будет действовать снова, и Он будет делать это великим образом. Как и многие другие, это откровение очень глубокое, но очень простое. Да? Изучая ваши материалы и слушая ваши выступления, я не понимал, почему мы этого не осознаем. Не осознаем. Расскажите о телеге надежды. Есть перевод Библии под названием «Перевод Виста». Один из моих любимых переводов, восьмая глава римлянам, начинается так, «Ибо мы спасены в сфере надежды». Сид, дело в Божьей надежде. Римлянам, пятнадцатая глава. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радостью и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Я спрашиваю, какие стихи о надежде вы знаете? Мне говорят, «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце». Но это же смешно. Никто не может потерять надежду, кроме вас самих. Дьявол не может, обстоятельства не могут вашей власти хранить надежду, поскольку вы были рождены свыше, в сфере надежды и Христа, надежда славы, все еще живет внутри вас. Хорошо. Но есть люди, которые напрямую столкнулись с трудностями. Сейчас они смотрят нашу программу и думают, «Вы не знаете, что мой ребенок сейчас сидит в тюрьме за наркотики. Вы не знаете, что моя жена закрутила роман с моим лучшим другом». Или «Так, вы не знаете, какой мне поставили диагноз, и врачи говорят, что времени осталось мало?» Многие из вас страдают. Возможно, у вас проблемы с детьми или в браке. Возможно, в вашем городе происходит то, чего вы не понимаете. Вот что я вам скажу. Господь говорит, «Если что невозможное для меня, я высвобождаю на вас власть говорить в каждую из этих ситуаций и благодать поверить, что Бог всей земли придет на помощь и ответит на ваши вопросы. Он любит вас, он знает, что происходит, он ищет людей, которые будут действовать вместе с ним. Тогда он явит свою силу и изменит ситуацию». Сид, мы все сталкиваемся с вызовами. Например, великий пророк Иеремия столкнулся однажды с безнадежностью, и он противостал этому. Перед началом программы вы озвучили мне в гримерке несколько строк из книги Иеремии. Я верю, что даже если вы коротко об этом расскажете, это вселит в людей сверхъестественную надежду. Итак, сейте в людей слово. Давайте. Первое, что нам нужно осознать, безнадежность — это последствия, а не причина. Это последствия разочарования из-за неправильной веры. В пятнадцатой главе книги Иеремии пророк обвиняет Господа. Он говорит, «Неужели ты будешь для меня как бы обманчивым источником неверную водой?» Вот что ответил ему Господь. Если всего его слова звучат в расширенном переводе, так говорит Господь к Иеремии, «Если ты вернешься, оставив свое ошибочное недоверие и отчаяние, тогда я вновь дам тебе место безопасности и покоя, и ты вновь будешь служить мне». Если ты отделишь драгоценное от ничтожного, очистишь свое сердце от ненужного, от необоснованных подозрений в моей неверности, ты будешь моими устами. Послушайте, Сид, вы будете... Да, это впечатляет, скажу я вам. Во всем мире есть пасторы, которые перестали пользоваться властью Божьего служителя и перестали быть Божьими устами, потому что смирились с грузом недоверия и отчаяния. А вы знаете, какое лекарство для вас есть у Бога? Если нет, я подскажу вам. Так какое же отказаться? Это просто. Откажитесь. Откажитесь. Не соглашайтесь с этим. Бог говорит, «Я сделаю тебя своими устами». Бог не желает, чтобы о нем говорили безнадежные люди. Он говорит, «Если ты очистишь свое сердце от необоснованных подозрений в Божьей неверности, вот тогда-то ты и станешь устами Бога. Ты будешь таким же, как и я». Понимаете? Кстати, это касается не только пасторов, но и вас, и меня, и вообще каждого. Обдумайте. То, о чем сейчас говорил Робин, безнадежность – это обман. Неудивительно, что даже Иеремия, великий еврейский пророк, был так обманут. Но не поддавайтесь. Я услышал, я принял это. Если читать книгу Иеремии дальше, он все осознал. Он вернулся к Богу. А когда вернетесь вы, я хочу, чтобы вы вернулись прямо сейчас. Я хочу убедиться, что вы верите не в религиозного Иисуса, но в Иисуса, с которым у вас есть личные, близкие и любящие отношения. Это чистая любовь. Это не человеческая любовь. Это не фиктивная любовь. Но подлинная, не поддельная любовь. Я хочу, чтобы это стало для вас новым началом, чтобы вы сделали огромный прыжок в познании Бога. Скажите вслух, дорогой Бог, я признаю, что я грешник. Я согрешил против тебя. Против тебя одного. И я раскаиваюсь в этом. Я верю, что кровь Иисуса Христа омывает мои грехи. И согласно твоему слову, я чист теперь. Как приятно быть чистым. Теперь, когда я чист, Иисус, приди и живи во мне. Я принимаю тебя своим Господом. Я хочу переживать тебя лично. Аминь. Робин, я хочу, чтобы вы помолились за принятие сверхъестественной надежды. Ваша безнадежность это обман. Избавьтесь от нее. А теперь, Робин, пожалуйста, помолитесь за наших гостей и за зрителей. Оставьте ее. Мы высвобождаем веру и силу во имя Иисуса, чтобы забыть об отчаянии, чтобы забыть об обмане, отчаянии и безнадежности. Все это ложь, этого нет в сердце Бога. Милость Божия сходит на вас сейчас, чтобы наделить вас верой, чтобы дать надежду, которая преобразит не только вас, но и вашу семью. У нее есть способность изменить ваш регион, ваших соседей и даже вашу страну. Сила Божия ничем не ограничена, только вашей верой. Иисус живой и сегодня. Он воскрес из мертвых и правит вечно. Аминь и аминь. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Здравствуйте, Джастин Перри. Вы задумывались, что ваши сны могут быть не просто с нами, они могут быть сверхъестественными переживаниями? Присоединяйтесь ко мне в следующем выпуске «Это сверхъестественно». И мы исследуем сверхъестественную природу, снов и ключи к небесным встречам. Поэтому не пропустите. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. АСН, онлайн-сеть, это сверхъестественно. Теперь доступно для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. АСН — это записи наших программ 24 часа в сутки 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением АСН я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение АСН сегодня. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества, он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенно. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купюю книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN онлайн сеть программы «Это сверхъестественно» предлагает круглосуточный прямой эфир программ на вашем мобильном устройстве или смарт-телевизоре. Я могу смотреть мои любимые телепрограммы в любое удобное время. У меня необычные тренировки, а также и мой подкаст на ISN. Загрузите бесплатное приложение уже сегодня.